Неравенство Каши. Доказать неравенство Каши. Среднее арифметическое не отрицательных чисел больше или равно их среднему геометрическому. Для удобства обозначим среднее арифметическое n чисел через a n, а среднее арифметическое этих чисел обозначим через g n. Докажем данное неравенство с помощью метода математической индукции. Вспомнить этот метод можно будет по ссылке в описании к этому видео. Первое. Для удобства возьмем a и t больше нуля, где i изменяется от единицы до n включительно. И возьмем n больше единицы. Почему? Потому что если хотя бы одно из чисел будет равно нулю, то тогда среднее арифметическое будет равно нулю. И левая часть, как положительное число, всегда будет больше либо равно нуля. То есть неравенство будет автоматически выполняться. Ну и если n равно единице, то у нас получается, что число будет равно самому себе и неравенство тоже выполняется. Итак, проверим неравенство при n равном 2. Это так называемая база индукции. То есть так и запишем. Если n равно 2, то тогда a первое плюс a второе разделить на 2 должно быть больше или равно квадратного корня из a первого внушить на a второго. То есть больше или равно среднего геометрического этих двух чисел. Умножаем обе части на 2, переносим все в левую часть и выделяем в левой части полный квадрат. Тогда у нас в левой части получится квадрат разности. Корень из a первого минус корень из a второго. Все это в квадрате больше или равно нулю. То есть мы получили верное неравенство. В левой части квадрат числа, а квадрат числа всегда есть число неотрицательное. То есть получаем верное неравенство. Неравенство верно. Второе. Предположив, что неравенство верно при n равном k, то есть предположив, что неравенство a к больше либо равно g к верно, нужно доказать, что из этого неравенства следует верность неравенства при n равном k плюс 1. То есть a к плюс 1 должно быть больше либо равно g к плюс 1. Вот здесь в обозначении индекс указывает нам на количество чисел, среднее арифметическое которых или среднее геометрическое которых мы находим. То есть в данном случае у нас в этом неравенстве уже количество членов будет на единицу больше, чем то, на что мы опираемся. Или нам удобно будет доказать вот это неравенство в другом виде. Возведем обе части в степень k плюс 1, то мы тогда получим равносильное вот этому неравенство. Это будет a в степени k плюс 1 в степени k плюс 1 больше или равно k плюс первая степень среднего геометрического k плюс 1 число. То есть тогда корень уйдет и у нас тогда получится просто произведение k плюс 1 число. k плюс 1 чисел. a первое умножить на a второе умножить и так далее умножить на a k плюс первое. Обозначим через a k плюс первое наибольшее из всех чисел. Вот с этого начнем. То есть пусть a k плюс первое это наибольшее, то есть максимальное из всех a итых, где i принимает значение от единицы до k плюс один включитель. Тогда само это число a k плюс первое. То есть тогда a k плюс первое будет больше или равно среднему арифметическому оставшихся k штук чисел. То есть больше или равно a k. то есть a k плюс первое можно записать как сумму среднего арифметического k штук чисел плюс какое-то неотрицательное число d. То есть так и запишем, где d больше или равно нулю. Но тогда a k плюс первое, давайте начнем выражать, то тогда a k плюс первое, которое было равно у нас среднему арифметическому k плюс одно число. То есть это a один плюс и так далее плюс a k, да плюс еще a k плюс первое. Все это поделить на k плюс один. Будет равно. Заметим, что сумма первых k штук чисел в числителе может быть записана как произведение их среднего арифметического на их количество. То есть это будет a k умножить на k. Да плюс еще a k плюс первое. А мы это решили заменить вот на такую сумму. То есть тогда у нас получается a k плюс d. И все это поделить на k плюс единица. Ну и вот теперь дальше удобно сразу уже возвести в степень k плюс один для того, чтобы доказывать неравенство именно вот в таком виде, которое мы здесь и записали. То есть давайте возведем вот на этом этапе в k плюс первую степень обе части. Тогда у нас получается, что... Так, у нас тогда левая часть a k плюс один будет в степени k плюс один равно... И вот здесь, перед тем, как возводить, можно сумму первых двух слагаемых разделить на k плюс один. Тогда, то есть выделить целую часть. Тогда у нас получится a k плюс d разделить на k плюс один. И все это в степени k плюс один. То есть мы возвели обе части в k плюс первую степень. Пишем далее. Это равно... a k давайте вынесем за скобки. Тогда у нас получается a k в степени k плюс один. В скобках у нас остается единица плюс d поделить на a k в степени k плюс единица. И все это в степени k плюс один. И вот дальше будем использовать неравенство Бернули. Неравенство Бернули, кто забыл, можно будет вспомнить по ссылке в описании к этому видео. Так вот, по неравенству Бернули. Во-первых, давайте вот этот первый сомножитель перепишем. А вот эту скобку по неравенству Бернули можно заменить на меньшее число. То есть у нас будет тогда... Давайте так... Левая часть, то есть вот это все будет у нас тогда больше или равно... a k в степени k плюс один мы перепишем. А вот эту скобку по неравенству Бернули мы заменим на меньшее число. То есть это у нас будет единица плюс вот это число умножить на степень. То есть на k плюс один. k плюс один, k плюс один сокращается. И тогда у нас в скобках получится единица плюс d разделить на a катое. Далее заберем вот от a катое в степени k плюс один одно a катое и внесем в скобки. Тогда у нас a катое в степени k остается. a катое вносим. У нас получается тогда a катое плюс d. Но a катое плюс d это у нас не что иное, как a к плюс первое. А a катое в степени k это у нас... Смотрим, где у нас... Так, a катое в степени k... А, да, и вот здесь вот, смотрите, a катое в степени k у нас по вот этому неравенству... Давайте только в степени k возведем. У нас будет больше либо равно g катое в степени k. То есть это будет больше либо равно произведение k штук чисел. Давайте так и запишем. То есть это будет больше либо равно... Теперь a катое в степени k мы, используя вот это неравенство, но только после возведения в степени k можем заменить на меньшее число. То есть на произведение этих чисел a1 на a2 умножить и так далее умножить на a катое. И вот эту сумму мы заменяем на a к плюс первое. То есть умножить на a к плюс первое. Теперь смотрим, у нас в левой части a к плюс первое в степени k плюс 1 будет больше или равно вот этого произведения. И смотрим, а что нам надо было доказать. Смотрим вот сюда. То есть нам нужно было доказать то же самое. Таким образом неравенство каши доказано. Пишем, что и требовалось доказать. Кому доказать все понятно, не забудьте поставить лайк и напишите несколько слов в комментариях к этому видео. Спасибо. 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 Спасибо.